Всем привет на канале AllDatch! Сегодня мы с вами продолжаем тему начатую в моем последнем видео о выступлении политика Александра Добринда из альянса ЦДУ-ЦСУ, то есть ХДС-ХСС. Напомню о том, что он высказывался за сокращение денежных пособий для украинских беженцев здесь в Германии. Естественно, это предложение было отклонено Бундестагом, так как многие политики посчитали, что это унижение человеческих достоинств. И не такая мера должна применяться к тем людям, которые, как говорится в Германии, даур-арбайслозы, то есть долговременные безработные. Не такая мера должна применяться к этим людям, нужно искать другие способы решения этих проблем. Вот. Так вот, сегодня я хотел бы сказать о его выступлении в общих чертах. Помимо того, что он выступал за сокращение денежных пособий беженцам из Украины, он также выступил, и не только он, но и некоторые министры поддержали его в этом отношении. Он выступил за то, что если украинские беженцы, находящиеся здесь в Германии вот уже длительное время, просто не хотят работать, не то, что им, допустим, кто-то не предлагает или их на работу не берут. Если они не хотят работать, то их нужно просто-напросто отправлять обратно на родину, но в западные части Украины. Так как абсолютно все политики знают о том, что в западной части Украины обстановка более-менее стабильная, предприятия работают, люди живут, собирают урожай, ходят в рестораны, отдыхают в турбазах. И, как говорят они сами, то, что творится на востоке Украины, это дело донецких и киевских, мы к этому отношения не имеем. Так говорят действительно западные украинцы. И многие из них утверждают, что если вдруг действительно Украина падет, то западным областям ничего не остается, как просто-напросто воссоединиться с Венгрией. Вот такие вот дела. Так, что касается именно вот этого вот заявления политика от партии ХСС в отношении украинских беженцев. Почему вообще они пришли к этой теме? Дело в том, что вот уже больше года муссируются слухи о том, что украинским беженцам нужно уже после того, когда они прошли вот эту стадию реабилитации, избавились от этих психологических травм, пора бы им уже начинать интегрироваться постепенно в жизнь Германии, потому что просто так деньги в эту социальную кассу, из которой они их получают, не приходят. Их же нужно где-то зарабатывать. И эти деньги зарабатываются налогоплательщиками, складываются в эту кассу и из этой кассы получают различные социальные пособия, различные дотации, различные выплаты на, допустим, на коммунальные платежи или еще куда-то. Очень многие люди в стране. И политики в свете последних событий, особенно за прошедшие полгода, с января по конец июня этого года, пришли к выводу о том, что многие беженцы из Украины просто-напросто не хотят работать. Это не пустые слова. Это доказательство того, это констатация факта и доказательство того, что многие, очень многие, особенно молодые украинцы и украинки, приехавшие сюда как одиночки, ведут себя, скажем так, не то что не асоциально ни в коем случае. Нет, они сидят на социале, они где-нибудь, может быть, чернушат, где-нибудь еще что-то делают, но по факту они не хотят работать, мотивируя это тем, что они еще не до конца изучили немецкий язык за два с половиной года. Я не спорю, немецкий язык тяжелый, но еще тяжелее венгерский и китайский. И, мол, типа, как они будут работать, если местное население относится к ним с пренебрежением. То есть, они будут считать себя людьми второго сорта. Если исходить из этих понятий, да тут, елки-палки, тут полстраны можно считать людьми второго сорта. Грубо говоря, почти 40 миллионов человек здесь имеют под собой корни миграционные. Будь то турки, будь то русские, албанцы, поляки, да кто угодно. Те же самые французы, итальянцы здесь у нас, кстати, в Баварии очень много французов и итальянцев. Очень много. Но никто из них не пользуется вот так вот, скажем, извините за прямоту, не пользуется так нагло вот этими социальными пособиями, социальными дотациями, как почти 600 тысяч украинских беженцев, приехавших сюда, считай, два с половиной года назад, и до сих пор пользующихся вот этими услугами государства, считающих, что государство просто-напросто обязано им выплачивать эти деньги. До каких-то пор это действительно шло так, что, во-первых, это государство не то, что оно было обязано, оно помогало восстановиться людям после вот этих вот тяжелейших психологических потрясений, психологических травм. Но еще, что послужило для заявлений таких вот, резких заявлений со стороны немецких политиков о том, что те украинские беженцы, которые здесь не хотят работать, а их приблизительно 600 тысяч, их нужно отправлять в западные территории Украины, послужил еще тот факт, что есть такая контора Фликсбос. И на этих автобусах очень часто можно, во-первых, очень выгодно, дешевле, чем на поезде, и тем более, чем на самолете покупают билеты и ездят между странами в Польшу, в Чехию, в Словакию, в Австрию и даже на Украину. Так вот, все билеты между Германией и Украиной забиты, забронированы на 4-5 месяцев вперед. То есть люди челночат между Германией и Украиной, зарабатывая деньги здесь, катаясь туда, где они поуезжали, то же самое с западных территорий, чтобы снимать деньги со своих квартирантов, приезжают сюда и вновь получают социальные пособия, как беженцы от войны. Так вот, немецкие политики хотят просто-напросто пресечь вот это вот хождение туда-сюда, вот это вот челночество между Германией и Украиной, прекратить вот эти вот безграничные выплаты социальных пособий тем людям, которые считают, что они умнее немецкой бюрократии, умнее немецкой социальной системы, которую они считают, что можно свободно облапошить. Вот такие вот дела. Я понимаю, что этот выпуск может очень многим не понравиться, потому что я вот так вот, некоторые говорят, вот вы высказываетесь негативно об Украине, а она очень маленькая по сравнению с Россией, мол, типа Россия напала, и почему вы не говорите, что Россия должна вывести свои войска и так далее, мол, типа вы поддерживаете Путина, потому что вы говорите с нами по-русски. Я говорю с вами по-русски, потому что если я буду с вами говорить по-немецки, вы нифига не поймете. 95% всей аудитории, которая приходит на этот канал смотреть эти видеовыпуски, говорит только на русском языке, понимает только русский язык. Поэтому почему я должен разговаривать с вами на немецком языке? Кто-то мне сказал, а ты действительно живешь в Германии? Да, я живу действительно в Германии. Доказывать вам это я не собираюсь, показывать свои документы я вам не собираюсь. Достаточно того, что я вам говорю, да, я живу в Германии, этот видеоканал находится в Германии, мы вещаем из Германии. И вот этим людям, которые могут сказать, что типа мы, в принципе, в частности, я отношусь негативно к Украине, потому что я вот так вот высказываюсь о беженцах, типа, как я говорю уже, типа я уважаю Путина. Да я не уважаю Путина. Я не уважаю ни Путина, ни Зеленского. Я не уважаю всех тех политиков, которые остались там. Я не отношусь позитивно ни к одному, ни к другому, потому что я живу здесь, но я освещаю для вас события, которые происходят тут, связанные с теми событиями, которые происходят у вас там. Поэтому, когда я говорю, что, допустим, вот немецкие политики хотят сделать так и так и так, это не говорит о том, что я, к примеру, так вот негативно отношусь к украинским беженцам или к украинцам в целом. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я просто освещаю для вас те события, которые имеют место быть и которые могут вызвать ваш интерес. И многие люди, которые забегают сюда просто на канал, начинают кричать, начинают высказываться, скажем так, негативно в отношении не только меня, но и в отношении всей Германии. Я хотел бы просто этим людям напомнить, что Германия, в первую очередь, одна из основных стран, которая сейчас помогает Украине. Будь то вооружение, будь то денежные средства или та же самая помощь в реабилитации раненых военных, которые получили тяжелые ранения или легкие ранения на фронте между Украиной и Россией, они приезжают сюда, их привозят сюда на реабилитацию, на лечение, на восстановление. Разве это не помощь? Разве это не помощь? То есть, если бы, к примеру, здесь все ненавидели Украину, то, естественно, Германия просто-напросто отвернулась бы тогда от Украины и предоставила ее своей судьбе. Но мне говорят, мол, типа, почему ты не отзываешься негативно о России? Ну, как вам сказать, почему я должен отзываться негативно о России, если я к ней не имею никакого отношения? Нет, абсолютно никакого отношения я к той России не имею. И, следовательно, отзываться негативным каким-то образом или высказывать какие-то резкие тона в отношении именно самих россиян тоже не имеет смысла. Я вам уже говорил, что я отношусь негативно как к Путину, так и к Зеленскому, так и ко многим другим политикам, да и здесь западным в том числе. Но высказывать каких-то резких, таких вот разжигающих страсти реплик я не намерен. В общем, это все, что я сегодня хотел вам сказать. Хотел вам сообщить в дополнение к тому, что было в последнем выпуске о выступлении политика от Альянса ХДС-ХСС Александра Добринда в Бундестаге и о реакции немецких политиков на его заявление. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, распространить его как следует, как следует распространить, чтобы больше людей знали правду, а не верили в те фейковые новости, которые вы читаете в газетах или вам показывают по телевизору уже заранее пропагандистские каналы, настроенные на зомбирование людей. Нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. И всем удачи. Пока.